Всем привет! Меня зовут Катерина. Вы снова на проекте Бесплатная Школа Видеоблогера. Рада вас снова видеть. И сегодня у нас будет аудит рыболовного канала. Канал называется Рыбалка с Олегом Яворовичем. И мы рассмотрим его визуальную составляющую, насколько удобно пользоваться каналом, когда ты впервые на него попадаешь, а также есть оптимизация на роликах. Об этом всё подробнее через несколько секунд. Итак, начнём с баннера или шапки канала. Она достаточно информативная. Мы понимаем, кто владелец канала, о чём канал. И у нас даже есть контакты для связи. Однако я советовала бы заказать дизайнеру баннер, чтобы он выглядел более аккуратно. То есть сейчас у нас адрес почты почему-то съехал относительно центральной композиции. И он, в принципе, плохо читается такими буквами на таком фоне. Также сам фон у нас представляет собой коллаж. То есть я бы предложила всё-таки выбрать одну цельную фотографию. На ней разместить текст. И ещё можно добавить призыв, например, подписаться на канал. Значок канала я также хотела бы посоветовать заменить. Потому что сейчас фотография, которая для него выбрана, она очень маленькая и не совсем читается, что там на ней рыбак. То есть подчеркнуть больше рыболовную тематику, выбрать какую-то более яркую, читабельную фотографию, мне кажется, было бы уместно. Дальше посмотрим на обложке к каналу. Обложки на канале присутствуют. То есть видно, что автор задумался о том, чтобы на обложке рассказать, что будет в видео. Однако, видно, что это не совсем удачно получается. То есть выбор шрифтов, а также их размер, абсолютно невозможно разобрать, что же там написано. То есть если мы посмотрим, например, обложки в нашей бесплатной школе видеоблогера, то здесь крупный шрифт, который виден с любого расстояния. То есть и на маленьких значках, и если это в предложенных видео, то текст все равно виден и читается. Тут даже в таком формате сложно разобрать, особенно вот на этих обложках, что же все-таки нам доносит автор. То есть опять же советую бы обратиться к дизайнеру, который посоветует какой-то общий стиль для обложек, потому что сейчас они все разные. Посоветует шрифт, который будет удобно и легко читать. Но то, что автор, в принципе, размещает текст на обложке, это большой плюс. Это показывает заботу о своих подписчиках. Далее, плейлисты. Плейлисты у нас присутствуют, но мы видим, что некоторые из них совсем не заполнены. В них по одному, по два, по три видео. И если мы, например, откроем этот плейлист, то мы обнаружим, что это видео с другого канала. Причем сам плейлист размещен одним из первых. То же самое касается и следующего плейлиста. То есть сначала нужно размещать плейлисты, которые по вашему каналу. Если вы хотите плейлисты по другим каналам, то оставляйте их в конце. То же самое касается наполняемости. То есть если плейлист популярный, то размещать его в начале. Если в плейлисте мало видео, то, во-первых, нужно сделать контент-план и пополнять этот плейлист. Во-вторых, размещать его все-таки ближе к концу. Если обновление в ближайшее время не планируется. То есть в первых местах должны стоять те плейлисты, которые постоянно обновляются. Далее посмотрим, в принципе, понятно ли нам, о чем сам канал. Название канала отличное. То есть мы понимаем, о чем он. И понимаем, как зовут владельца. Но при этом отсутствует трейлер канала. И если мы посмотрим о канале, то у нас совсем мало дано информации. И она немножко так странно структурирована. То есть некоторые предложения, они как-то оборвано выглядят. То есть не подводят к тому, что вы тут увидите, а просто так вот накидали фраз и все. То есть я советовала бы проработать текст и этот текст снять на видео и разместить как трейлер канала. Трейлер канала это небольшое видео, оно может быть до минуты, то есть можно и в полминуты уложиться. Но это как такое приветствие, как бы наша видеовизитная карточка, в котором мы рассказываем, чем наш канал будет полезен подписчикам. То есть опять же, если обратиться к нашей бесплатной школе видеоблогера, у нас здесь есть трейлер канала. Можете использовать его как референс, чтобы понять, что же должно в трейлере присутствовать. И обязательно сделать для своего канала такое, ну, первое как бы знакомство со своими посетителями. Потому что видят его в первую очередь те, кто еще на вас не подписан. То есть это вид страницы для неподписчиков. А когда человек уже на вас подписался, он его видеть не будет. Далее, точно так же на трейлер описание должно быть трейлера. Посмотрим, как ведется оптимизация. Выберем отдельное видео, что-нибудь из последнего. Мы видим, что у нас описание, можно сказать, отсутствует. Из плюсов я хочу сказать, что вот такая вот подборка других своих видео, это очень хорошо. Однако перед этим нужно рассказать, что же ждет нас конкретно в этом ролике, чтобы мы понимали, на что мы будем тратить свое время. Далее, теги видео у нас очень разрозненные. Здесь есть и те, которые можно ставить, и есть те, которые точно нужно удалять. Например, DIY, это абсолютно не подходит ни под тематику видео, ни в принципе под тематику канала. Я сомневаюсь, что у нас на рыбалке происходил какой-то урок рукоделия, или мы что-то делали руками. Поэтому я бы советовала все-таки теги видео не копировать какой-то шаблон заготовленный, а именно прописывать именно те, которые подходят конкретно к данному видео. То есть, если это там утренняя рыбалка или зимняя рыбалка, то эти теги должны быть. А, например, обзор лодки, если здесь не ведется никакого обзора, то это ложные метаданные. За это можно получить очень легко бан от самого YouTube. То же касается тегов канала. Они достаточно неплохие, но я думаю, сам владелец должен их просмотреть. И если там попадаются теги, которые абсолютно нерелевантны к содержанию, то есть, если, например, у нас о чем-то абсолютно не ведется речь на канале, то такие теги убрать. Опять же, однословные теги как в видео, так и на канале лучше не использовать. Лучше делать теги в виде словосочетаний, чтобы более точно указывать, что же будет в видео, что же будет на канале. Итак, основные советы для этого канала это проработать шапку, изменить немножко значок канала, заказать новые обложки, чтобы они были читабельные, дальше обязательно исправить описание о канале. На его основании сделать трейлер канала, опять же, с описанием. На самих видео добавить описание, проработать теги видео, проработать теги канала. В плейлистах избавиться от плейлистов, которые вводят нас в заблуждение и переводят на другой канал, или же оставить их и снести ближе к концу плейлистов. Продумать контент-план и обновлять каждый плейлист, который создан. И бонусом хотела бы дать такой совет касательно социальных сетей. То есть сейчас мы видим, что в социальных сетях, если мы зайдем в видеозаписи, мы увидим, что все видео это просто размещенные те же ролики с ютуба, то есть это репосты. Однако в ВК есть свой видеохостинг, я бы советовала заливать непосредственно на него. И таким образом аудитория ВКонтакте будет быстрее находить ваши ролики. Все, надеюсь, эти советы были полезны. Надеюсь, они были полезны не только владельцу канала, но и нашим подписчикам бесплатной школы видеоблогера. Если они задумались о том, чтобы сделать свой канал о рыбалке, пускай посмотрят это видео, возьмут для себя несколько советов и не совершают таких ошибок, которые мешают продвижению канала, которые не дают подписчикам находить канал такие, например, ошибки, как неправильные теги. Всем спасибо за то, что досмотрели видео до конца. Обязательно ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш канал Бесплатная школа видеоблогера. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»